В свете активизации китайских автопроизводителей на нашем рынке решил показать вам вот такой мусоровоз. Это выпускающийся смоленским заводом КДМ модель SM16 на китайском шасси Jack N200. Фишка машины в том, что это точно такая же модель SM16, которая изготавливается здесь же на предприятии, но только монтируется на шасси КАМАЗ 5365 и МАЗ 5340. И на китайское, и на отечественное шасси устанавливается вот такой универсальный 17,5-кубовый бункер с задней загрузкой, изготовленный из отечественных материалов и комплектующих. Ну почти. Например, боковые бесшовные стенки из-за особых требований к раскрою приходится по-прежнему делать из импортной стали. Да и погрузочную ванну изготавливают из шведского хардекса. Кроме того, они стали в Смоленске рисковать и с гидравликой, она полностью импортная. Здесь используется гидрораспределитель Danfoss и итальянские гидроцилиндры. Зато коэффициент прессования у SM16 1 к 7, как у импортных аналогов. Вообще, завод КДМ позиционирует свои мусоровозы как премиумные. Кроме вышеупомянутого импорта, используемого при изготовлении, все машины уже в базе комплектуются подогревом гидросистемы для работы в сильные морозы. Также здесь используется гидронасос, изменяемый в зависимости от нагрузки на рабочий орган производительностью, что позволяет экономить топливо. А еще, в отличие от конкурентов, гарантия на смоленские мусоровозы 2 года. Собственно говоря, именно поэтому и появился вариант с китайским носителем. Как бы не хотелось, но приходится признать, даже Китай сейчас многие покупатели мусоровозов считают надежнее наших грузовиков. Вот так выглядит Джак Н200 внутри. Достаточно просторный салон, удобные сидения, сзади предусмотрена небольшая лежанка, ну все необходимые мусоровозы, вроде камеры заднего вида, тоже присутствуют. Собственно, можете сами сравнить этот интерьер с камазами и мазами, которые вы прекрасно знаете. Думаю, что объяснять больше ничего не нужно, все прекрасно видно со стороны. Напоследок отмечу, что завод КДМ уже собрал более крупный мусоровоз SM22 на китайском шасси Шакман, предлагая его как альтернативу все тем же МАЗам и КАМАЗам. Автопром, может пора уже напрячься?